С 17 по 23 сентября 2022 года в год культурного наследия народов России на набережной города Ялты состоялся третий всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир» и всероссийский конкурс на лучший сувенир. Одной из главных целей при создании этого мероприятия и определении места проведения было как раз совместить народные художественные промыслы и особо охраняемые природные территории России для того, чтобы поднять их туристский потенциал. Потому что, как мы знаем, сувенир – это важная составляющая туристского спроса, и при попадании впервые на какую-либо территорию любой человек с большим желанием, энтузиазмом ищет, чтобы ему увести на память. Фестиваль собрал более 90 участников, как предприятий народных художественных промыслов, так и мастеров-ремесленников из 17 регионов России. Третий год, и мы видим, что проект развивается, он растет, он становится более масштабным, и это видно не только по количеству участников, но и по географии. Потому что мы расширяем географию и понимаем, насколько это важно, поскольку не только Крым, но и любой регион, он заинтересован прежде всего в сохранении своей идентичности. Поэтому здесь, видя вот эту географию народных художественных промыслов и понимая, что это носители культурных кодов, мы приобщаем к нашей национальной культуре, к нашим традициям. И что еще немаловажно, то, что в рамках проекта еще и проходит мастер-класс. То есть это еще и обучающая программа для посетителей. Деловая программа фестиваля была посвящена вопросам продвижения и распространения народных художественных промыслов. Участие в ней приняли ведущие эксперты в этой области. Мои коллеги тоже как бы здесь есть и профессиональные, как говорится, и художники высокого такого уровня. Есть опять-таки как организаторы самого мероприятия тоже входят в состав членов жюри. Это тоже очень высокие профессионалы по поводу всевозможных таких массовых мероприятий, организаций массовых мероприятий, массовых событий. То есть я считаю, что каждый на своем месте. И это очень важно, что мы рассматриваем все эти проекты, конкурсные проекты, немножко с разных сторон. Что приятно, наши участники отмечают не только высокий уровень продаж, что очень важно для этих предприятий, безусловно, но и высокий уровень деловой программы. Каждый, наверное, из участников подходил к нам и говорил о том, что это очень важно, очень ценно и общение между собой, и общение с нашими экспертами, членами жюри. Каждый вынес для себя что-то новое и интересное. Также в рамках фестиваля состоялся всероссийский конкурс на лучший заповедный сувенир с одноименным названием. Конкурс проходил в два этапа – заочный и очный. Победители заочного тура презентовали на фестивале свои сувениры, а также получили возможность защитить свои проекты очно перед квалифицированным жюри. В последний день фестиваля состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Первое место присуждается ООО «Городецкая золотная вышивка» Межгородская область. Проект «Золотная вышивка». Собирать в Ялте – это сердце туризма, а сердце Ялты – это набережная Ялты. То есть вот в таком месте важном, знаковом собирать мастеров со всей России, со всей Российской Федерации, представителей вот этих культурных, единственных кодов своих регионов. Через такие проекты мы становимся более едиными, более цельными, монолитными, как нация, как сообщество, как люди, которые должны быть одновременно и носителями кода, и патриотами своей страны. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного общероссийской общественно-государственной организации Российский фонд культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Узнать подробнее о проекте «Заповедный сувенир», а также познакомиться с полным списком победителей в различных номинациях вы сможете на официальном сайте проекта, адрес которого вы видите на экране.